Добрый вечер! Информационную картину среды представят корреспонденты ОРТ Планета в студии Анны Золотухина. И вот некоторые темы этого выпуска. Цены в плюс. Почему дорожают молочная продукция и мясо? Работайте, братья! Кто в Оренбурге поддержал дагестанского полицейского? Прибор от всех болезней? Мошенники навязывают пенсионерам аппараты сомнительного качества. Новые подробности в деле об убийстве оренбургского полицейского. Установлена личность еще одного из соучастников преступления. Помимо двоих, которые находятся в розыске. Об этом сегодня сообщает региональный следственный комитет. Им оказался нигде не работающий, ранее не судимый 30-летний житель Оренбурга. Подозреваемый задержан. Он дал признательные показания об участии в грабеже. В одной из квартир города Оренбурга было установлено местонахождение подозреваемого. В настоящее время он задержан. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресчения в виде заключения под стражу и предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. Следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных также на установление местонахождения иных участников преступления, в том числе Александра Дворника и Альберта Арзуманяна. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего, на сборы, закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Судьба еще одного полицейского из Дагестана, героически погибшего при исполнении служебного долга, взволновала всю Россию. Сотрудники регионального УМВД провели акцию в память о страже порядка, проявившего мужество и верность долгу. Как почтили память героя Оренбуржца в материале Анастасии Матвеевой. Эти кадры, кажется, взволновали всю Россию. Лейтенанта полиции Магомеда Нургабандова на камеру заставляют просить своих знакомых и близких уволиться из правоохранительных органов. Но даже под угрозой смерти он остается верен присяге. Работайте, братья. Его последние слова на специальной наклейке. Такой акции оренбургские правоохранители предлагают почтить память героя России. Теперь этот призыв к работе не только на патрульных автомобилях, но и на личных машинах сотрудников. Я буду равняться на этого сотрудника. Никогда не пройду мимо, если человеку понадобится какая-то помощь. Я думаю, это будет для всех наших коллег. Как бы не то, что призывом, а о том, что все должны знать, что сотрудники полиции не просто люди, а люди в форме и которые исполняют свой долг и защищают наших граждан. Хотим напомнить всем людям, что сотрудники, которые защищают нас, они жертвуют своим временем, а практически получается так, что и жизнями. Ледовые автолюбители, узнав об этой акции, тоже решили принять в ней участие. Уважаем сотрудников, которые нас защищают. В Оренбурге помнят и своего героя. Евгения Никулина, правоохранитель, получил смертельные ранения во время задержания преступника в ночь на 6 октября. Можно кратко одним словом сказать, хорошим или замечательным человеком. Именно таким он и был. Прекрасным работником, старательным, целеустремленным, надежным другом. У него были амбициозные планы. В правоохранительный орган на Евгений Никулин пришел с огромным желанием и полностью отдавал себя работе. Впрочем, как и его коллега Магомед Нургабандов, у обоих остались маленькие дети. Анастасия Матвеева, Игорь Бероев, Новости дня. И к другим новостям. Очередной рост цен произошел на продукты питания. В последние дни, по словам покупателей, подорожала молочная продукция, яйца, мясо. По продуктовому рынку прошла изделя Рабусева. Только за последнюю неделю отмечен рост цен на целый ряд социальных продуктов питания. Яйца подорожали на 2,2%. Мясо и колбасы на 0,5%. Средний ценник на говядину – 307 рублей за килограмм. Многие оренбуржцы ходят в мясной павильон, как на экскурсию. Ну, если на мясо, конечно, взлетели. Не скажу в процентном содержании, на сколько, но они взлетели. На сколько? Ну, вот если я раньше вот это брала как-то по 250-260, сейчас уже 280. Где-то рублей на 30, на 50 в среднем. Колбасы подорожали. Брала, допустим, литовский сервелат был 950, сегодня 1200-1150. У дорожания мяса – сезонная тенденция. Предложение поставщиков сокращается, а спрос, напротив, растет. Молочная продукция держится на прежних позициях. Литр сливок можно купить за 100 рублей, килограмм творога – за 150. А вот цена топленого масла выросла на 125 рублей. Сегодня его можно приобрести за 500 рублей. Несмотря на то, что крупный несезонный товар, однако гречка вновь подорожала на треть. Хотя по аналогии с прошлым годом она была ниже на 0,1%. В Оренстате отмечают, индекс потребительских цен за 9 месяцев составляет 2,4%. Это ниже по сравнению с 2015 годом. Здесь большое влияние оказалось снижение цен на газ, который мы наблюдали в январе. Это тот газ, который за месяц с человека, тариф. То есть он нам дал снижение на 44% в январе. Отсюда специалисты делают вывод. Цены на основные потребительские продукты растут, но меньшими темпами по аналогии с прошлым годом. Такая же ситуация наблюдается по всей России. Зеляра Абусева, Семен Воробьев, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. А между тем, цены на сезонные овощи в Оренбургской области продолжают оставаться низкими. Морковь, капуста, картофель, свекла и лук стали дешевле, чем месяц назад. Во многом это происходит благодаря продукции местных товаропроизводителей. В этом году с полей агрофирмы промышленная, что под Оренбургом планирует собрать около 2000 тонн картофеля. Из общего объема 1500 продовольственные, а остальные клубни пойдут на семена для будущего урожая. Хорошо себя показали сорта «Любава» российской селекции и романо-импортный сорт, районированные под оренбургские условия созревания. Общая площадь, которая находится под картофелем, в промышленной немаленькая – 100 гектаров. В этом году реализация овощей и картофеля идет через частников и на ярмарках выходного дня. Торговля идет прямо с поля, где каждый оренбуржец может купить выращенный урожай как оптом, так и в розницу. Здесь продают и по одному килограмму овощей. Минимального объема для отпуска продукции нет. К сожалению, в федеральных торговых сетях вкусную оренбургскую картошку не найти. Ну, поставьте, дайте нам добро поставить свои емкости, где будет наглядно написано овощи родного края, агрофирма промышленная, агрофирма краснохолдская или хамутского хозяйства, чтобы там в магазине были мы со своим продуктом. И, наверное, покупатель разберется, где что взять. Тот урожай, который не распродадут осенью, оставят в хранилище для дальнейшей продажи. Для картофеля и овощей в агрофирме оборудованы специальные склады, вентиляция которых позволяет даже зимой сохранять температуру в помещении до плюс 5 градусов. Новые машины скорой помощи пополнили автопарк медучреждений. 60 ключей от автомобиля сегодня вручили главврачам районных и городских больниц. Куда поступили новые неотложки в репортаже Инны Маркеловой. Первыми преимущества новых автомобилей оценили водители. Здесь удобные сиденья, гидроусилители, руля. Всё удобно, комфортабельно они сейчас стали. Не то, что раньше там делали. 5 лет, 6 назад они и жёсткие, и гремят. Для каждого медицинского учреждения даже одна новая машина – это возможность вовремя оказать неотложную помощь даже в отдалённых уголках области. Когда речь идёт о жизни человека, счёт может идти на секунды. Новотроицкая больница ранее уже получила один автомобиль. Сейчас ещё три. Время сократится. Кроме того, есть ряд пациентов, которых мы возим в Оренбург. Конечно, в этих машинах будет ездить людям комфортно. После торжественного вручения ключей верениц автомобилей экстренной помощи покидает набережную площадь. Сегодня они прибудут в Ворск, Новотроицк, Переволоск и многие другие населённые пункты. За рулём неотложки проехался и губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Впервые в истории Оренбурга, что предприятие столько автомобилей скорой помощи подарило. Всё, что касается простых и непростых, их простых никогда не было и не было. Автомобили были приобретены на средства ПАО «Газпром» в рамках исполнения договорённости правительства Оренбургской области и газовой компании по программе социальных инвестиций. Мы уже здесь присутствуем 50 лет, помимо всех производственных вопросов, в том числе занимались решением социальных задач области. Поэтому эту политику мы также продолжаем. Мы здесь живём, мы здесь работаем, понимаете, это просто всё нераздельно, неразрывно. Благодарность за столь нужное приобретение люди выразили и аплодисментами, и громкими скандированиями. Спасибо. Инна Маркева, Владислав Горбунов, Новости дня. Здоровье 14 тысяч жителей посёлка Северный в надёжных руках династии врачей Шагеевых. Их общий медицинский стаж уже превышает 70 лет. Стационар, отделение скорой помощи, две фельдшерские бригады, служба мобильных ФАПов, клиника диагностической лаборатории – всё в ведении главного врача районной больницы Равиля Шагеева. Многое здесь обновлено по программе модернизации здравоохранения. Но сделать для больницы как можно больше – нежелание, цель. Отремонтировали пищеблок немножко, отремонтировали некоторые кабинеты тоже ко дню медика. Ну, каждый год вот небольшая толика есть, да, но, конечно, хочется сделать вообще красиво. Ну, дай бог, будем надеяться. Несмотря на заманчивые предложения преподавать на кафедре медицинского института и другие, Равиль Шагеев уже 15 лет работает здесь. Хирургическое отделение и операции, несмотря на всю сложность и ответственность своей работы, он называет отдушиной. До Равиля более 30 лет учреждением руководил его отец Махиян Каширович. Супруга главного героя тоже врач. Многолетний опыт династии медиков и гармонии семейного очага в программе «Земская медицина» сегодня в 19.25. И в продолжении темы здравоохранения, очереди пенсионеров в поисках чудодейственных лекарств. Настоящий ажиотаж в Оренбурге вызвали выставки распродажи травяных препаратов. Говорят, нужно пройти курс, но мы хотим попробовать сначала. Если будем чувствовать, что нам помогает, мы, конечно, лечение продолжим. А что за лекарства и стоимость какая? Ну, там со скидкой для пенсионеров, что-то 600 с небольшим. Продукцию купить. Какую? Виномазь. А как вы о ней узнали? Газетку принесли, почту, вещи положили. Понравилось. Сами производители позиционируют свою продукцию как биологически активные добавки. Поэтому, как нам пояснили, реализуют их не в аптеках, а в организованных точках продаж. Наши корреспонденты убедились в наличии сертификатов качества. Однако сами врачи советуют не принимать все на веру и не заниматься самолечением. И в первую очередь проконсультироваться со специалистом в области медицины. Воздушный трюк. В очередной раз пенсионеры стали жертвами мошенников. В редакцию обратились родственники семьи Ясаковых, отдавших за приборы по очистке воздуха более 80 тысяч рублей. И пока полиция вот уже второй месяц ищет злоумышленников, наши корреспонденты попытались найти ответ на вопрос, что же заставляет людей отдавать немалые деньги незнакомцам. Было такое ощущение, что как под гипнозом, потому что они как-то неадекватно себя вели. Как можно было отдать около 82 тысяч рублей за семь ненужных приборов по очистке воздуха? Вопрос без ответа как для самих пострадавших, так и для их дочери Ольги, которая согласилась дать интервью. На упаковке сомнительного приобретения значится универсальный азонатор Трио. Паспорта у нас просили, давали, мы показывали им. Заставляли мужа расписаться, что они писали. Я говорю под гипнозом, не соображал. И вот он говорил, что этот аппарат слишком дорогой, но вам как это подешевле отдаем. В итоге каждый препарат обошелся пенсионерам в 11 600 рублей, при том, что средний чек на покупку подобного прибора составляет 5 тысяч. Правоохранительные органы уже завели дело. Там же поясняют, что мошеннических схем в наше время великое множество. Мошенничество совершается различными способами. Есть так называемые телефонные мошенничества, интернет-мошенничества и другие виды мошенничества. То есть обычные, когда людей обманывают на улицах, когда люди обманывают, заходя к ним в квартиру. Мы попробовали связаться с продавцами по указанному номеру, однако дозвониться так и не удалось. Сомнителям показалось и то, что не указан адрес фирмы. Распространители аппаратов и зонирования также обещали пенсионерам чудодейственное исцеление от многих недугов, что психологи называют одним из признаков мошеннической схемы. В эпоху нестабильности у нас доверие не сформировано, поэтому мы хотим доверять, но не знаем чему. Поэтому в некотором плане мы можем быть жертвами, и тогда мошенники могут этим пользоваться. Криминальная карта России указывает, что доля мошеннических действий в Оренбургской области составляет 3,7% от общего числа преступлений. Показатель не самый высокий по стране, но и правоохранители, и психологи неустанно твердят. Будьте начеку, проверяйте документы навязчивых незнакомцев, а еще лучше приобретайте товары в магазинах. Как правило, мошенники – искусные манипуляторы. Им известны множество способов психологического воздействия. Однако не стать жертвой обмана вам помогут несколько простых правил. Прежде чем отдать свои деньги в руки незнакомцу, возьмите паузу. Не принимайте скоропалительных решений и как минимум посоветуйте с кем-то из близких. Яна Корчик, Игорь Бероев, Новости дня. Заместителю главы администрации Солилецка Лилии Абубакировой вынесен приговор. Об этом сообщает Следственный комитет. Суд признал ее виновной. Назначил штраф в 100 тысяч рублей, а также лишил ее право занимать руководящие должности в течение трех лет. Однако Абубакирова освобождена от всего этого по амнистии. В ноябре 2014 года и в марте 2015 Абубакировой поступила информация о нахождении в социально опасном положении несовершеннолетних детей, одного из местных жителей, который приговором Солилецкого районного суда от 15 апреля 2016 года признан виновным в совершении преступлений против неприкосновенности в отношении своих детей. Старшая 20-летняя дочь пошла за помощью в районную администрацию. Девушка рассказала Лилии Абубакировой о массовых насилиях в семье. А женщина, по версии следствия, не сообщила об этом ни в органы следствия, ни в полицию. Местный житель, совершивший преступление, уже приговорен к лишению свободы сроком на 18 лет. Но Абубакирова попала под амнистию в связи с 70-летием Великопобеды. С нее снята судимость, отменен штраф, а также возвращено право занимать руководящие и ответственные посты. Сейчас короткая реклама, после которой продолжим выпуск. Оставайтесь на нашем канале. Сегодня стали известны имена лауреатов главной литературной премии региона. За награду имени Петра Рычкова боролись 22 автора, и только пятеро из них получили заветные дипломы. Торжественная церемония прошла в областном музее ИЗО. На месте событий работала наша съемочная группа. Алина Эльбукаева готова рассказать о триумфаторах этого вечера. Участники конкурса начали собираться в зале задолго до начала церемонии. Творческое испытание проходило в нескольких номинациях. Художественное, художественно-публицистическое произведение, произведение для детей и юношества, а также лучший поэтический сборник. Отдельный конкурс проходил для начинающих авторов. Номинация называется «Дебют». История премии началась в 2005 году. Носит имя одного из основателей нашего края – Петра Рычкова. Это не просто награда, но и значительное денежное поощрение победителей. Три лауреата получат по 150 тысяч рублей и еще двое по 75. Это один из самых крупных призовых фондов в России. В нашей области проводится несколько подобных литературных конкурсов, и все они направлены на поддержку писателей и поэтов Оренбуржья. Это те люди, которые в первую очередь прославляют наш край. Поэтому, конечно, для писательского сообщества в первую очередь она важна, поскольку она адресована литературе, адресована писателям. И для любого творца очень важно признание. В разные годы лауреатами премии становились такие известные в литературных кругах люди, как Николай Корсунов, Игорь Храмов, Надежда Емельянова. И сегодня их список пополнится еще пятью фамилиями. Книга стихов «Звезды окликая» Кан Диана Елисеевна. К этой награде Диана Кан шла несколько лет. Книга «Звезды окликая» вышла в свет два года назад по признанию поэтессы. Главная тема ее сборника – любовь. Не ожидала, что единогласна. Так-то я знаю прекрасно, что у меня книга хорошая. Но то, что единогласна, обычно бывают какие-то против. Спасибо, очень приятно. А главным дебютантом этого года стал Илья Кириллов. И сегодня, выражаясь спортивным языком, он стоит на одной ступени пьедестала с такими известными авторами, как Наталья Веркашанцева, Вячеслав Чернов и Татьяна Мандина. Алина Лебукаева, Семен Урабьев. Новости дня. В ожидании предложений в Оренбурге впервые прошла конференция под названием «Родные города. Новые возможности, вызовы и решения». На одной площадке собрались представители власти, бизнеса и некоммерческие организации. Благотворительные фонды. В зале есть даже члены добровольных пожарных дружин. Всем им рассказывают об основных тенденциях экономического развития области и социальных проектах, которые помогут в ее развитии. С 2013 года компания «Газпромнефть» проводит грантовый конкурс поддержки инициатив. Общий фонд в Оренбурге – 8 миллионов рублей. Активные жители регионов присутствия общества предлагают свои проекты и получают поддержку на их реализацию. Сегодняшний форум, по мнению организаторов, поможет понять участникам, какие предложения будут максимально актуальными для области. «Услышали интересные предложения. В большей степени они направлены, конечно, на повышение информированности различных заинтересованных сторон о деятельности компании. Потому что у компании за эти годы, и прежде всего мы здесь говорим о «Газпромнефть» и Оренбурге, накоплено достаточно большое количество практик, практик успешных. И с точки зрения социально-экономического развития как компании, так и ее вклада в территорию. Но, конечно, многие вещи должны еще обсуждаться». Конференция продолжилась сразу на нескольких площадках. Это в том числе и открытые дискуссии, где участники смогли высказать свое видение реализации социальных проектов. По дороге на работу, как по минному полю, жительница Оренбурга рассказала нашим корреспондентам, чтобы попасть в свой офис, ей приходится ежедневно преодолевать препятствия в виде грязевых луж и метровых ям. По словам женщины, ремонт дороги на улице Центральной был, но участок в полтора километра обошли стороной. В чем причина такого игнорирования, узнали наши корреспонденты. Орский спортсмен Эдуард Абдрахманов вернулся домой с крупного международного турнира. В Таиланде он завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира по боксу среди студентов. Подробнее Анатолий Единьевич. Студент Оренбургского педагогического университета, воспитанник Вадима Петрова, весной выиграл студенческий чемпионат России, чем обеспечил себе путевку на Чемпионат мира, на котором наш земляк провел на турнире в весовой категории до 81 килограмма два поединка. В первом из них, уверенно, единогласным решением судей выиграл у француза Джереми Нуара. Довольно интересный был парень такой, но мне было с ним удобно боксировать. Я действовал на контратаках, от своего соперника отталкиваясь, чтобы его обыграть, надурить где-то. Было поточнее, побыстрее, поумнее, поэтому выиграл. В полуфинале Абдрахманову противостоял призер чемпионата Европы, участник двух Олимпийских игр в Лондоне и Рио, белорус Михаил Дуналевец. В этом бою в равной борьбе Арчанин уступил 1-2. Кому руку подняли, тот и выиграл, поэтому тут какая разница, кто что думает. Ну, я был в этот день хуже, чем мог бы быть. То есть вы очень доволен? Да, я, конечно, очень недоволен, но не повезло немножко. В карьере Абдрахманова победы на чемпионате Приволжского федерального округа, Российского студенческого союза, в турнире нефтяных стран. Теперь вот бронза студенческого чемпионата мира. Сейчас Эдуард в составе сборной области готовится к домашнему чемпионату России. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня. На этом выпуск завершен. Вся информация доступна также на нашем сайте media56.ru. До свидания. Продолжение следует...